Свою историю зал спортивной славы начал в клубе «Невский» по адресу Олимпийский, 49. В нем хранились десятки экспонатов. В основном это грамоты, медали, кубки. Уникальная коллекция пополнялась много лет. В 2009 году, после строительства в Старом Осколе Дворца спорта имени Александра Невского, музей приобрел новый дом. А коллекция обрела новое оформление – современные стеклянные витрины с уникальной подсветкой. Почетное место в музее занимают стенды, посвященные спортивной легенде Старого Оскола, многократному чемпиону мира по боям без правил, заслуженному мастеру спорта России Федору Емельяненко. В витринах Кубки за победу над конкретными соперниками соседствуют с кубками за защиту звания чемпион мира. Дополняют их многочисленные чемпионские пояса. По датам на них можно проследить славный спортивный путь именитого земляка. Мы попросили тренера Емельяненко Владимира Воронова показать нам самую важную для Федора награду. Да не все важны, потому что весь спорт такой, что нет неважных или важных. К каждому бою нужно относиться как к последнему. Бой в своей жизни, тогда будешь выигрывать. Помимо спортивных наград, здесь много других интересных экспонатов. В их числе свидетельство национального реестра рекордов, выданное Федору Емельяненко, как единственному спортсмену ММА, который провел на профессиональном ринге 10 лет без поражений и выиграл 32 боя. В одной из витрин нашлось место факелу, который Федор нес в Олимпийском Пекине. «Нам есть, чем гордиться и что продемонстрировать посетителям дворца», утверждает его директор. Дети, малыши приходят во дворец заниматься. И, кажется, перед глазами у них музей, кубки, медали, которые завоевали их предшественники, которые приходили в таком же возрасте, как и они, в юном. Так что, ребят, есть цель, к чему стремиться, как стремиться и что для этого надо. Воспитанники клуба, а в их числе чемпионы мира по боевому самбо, Кирилл Сидельников, Дмитрий Самойлов, Виктор Немков, успешно выступают на турнирах и привозят награды. Побед немало. Спортивная слава старооскольцев растет. И в связи с этим появляются новые экспонаты. Одним из последних пополнений коллекции стал Кубок Балтики, выигранный командой Red Devil 18 сентября прошлого года. Выставка пользуется большим интересом у всех, кому не безразличен спорт, и кто мечтает добиться в нем значительных результатов. Ну, когда увидел первый раз, я был удивлен, что у Федора очень много разных наград. И хотел бы добиваться такого же успеха, как Федор. У меня какой-то стимул появился дальше, тоже, как Емельяненко, завоевывать кубки, различные медали. Выставка постоянно пополняется. Организаторы уверены, для наград нынешних и будущих чемпионов в ее экспозиции всегда найдется достойное место. Субтитры создавал DimaTorzok